Водка Водка Далее, компания Лучше, если она не очень большая и состоит из дорогих и близких вам людей мужского пола, понимающих толк водки Один, пусть даже очень хороший человек, пьющий вино или коньяк, испортит вам весь праздник Повод совсем не обязательный Напротив, он, на мой взгляд, сильно вредит Он придает вашему празднику какую-то дополнительную, навязанную из нее ценность Нафиг нужно Ваша встреча, это уже праздник И поверьте, если вы не договаривались о ней за три дня, а вдруг решили выпить полчаса назад Праздник будет не в пример ярче Счастье внезапно Теперь закуска Рекомендую несколько радикальных вариантов Правильное сало Если вы достанете его из морозилки Порежете тоненько, острым ножом Приверно выбранное толщине ломтики будут слегка заворачиваться И прямо на этой дощечке подойдите к столу А еще на нее положите несколько очищенных зубчиков чеснока А рядом хрен, горчица и бородинский хлеб Под это дело можно выпить очень хорошо и много Хотя истинное счастье дает первая и главным образом вторая рюмка Здесь очень важно глубина ощущения времени Я имею ввиду интервал между ними Он не измеряется секундомером и может варьироваться от полутора до четырех минут В зависимости от коллективного состояния Если в хорошей компании это чувство не подведет Человек, который выпив первую рюмку Заводит длинный рассказ или не дай бог поднял вторую Затягивает многоступенчатый тост Дилетант Он глух к происходящему Гоните его к чертовой матери После первой тишина Прислушайтесь к себе Слышите, как открываются потайные дверцы Как побежал ток по стылым проводам Теперь посмотрите в глаза друзьям Видите? С ними то же самое И в момент открытия последней дверцы Выпивается вторая На отрезке между ними второй и третий Наступает пик гармонии с миром И если бы человечество нашло способ Это состояние удержать Вопрос вечного счастья был бы решен Субтитры сделал DimaTorzok